Экономический кризис, который спровоцировал коронавирус, стал настоящим испытанием на прочность как для населения, так и в целом для предпринимательского сообщества. В этом списке не стало исключением и Воронежская область. Из-за ограничительных мер многие предприниматели просто разорились. До пандемии это была цифра порядка 85 тысяч предприятий МСП. Сейчас же мы насчитываем порядка 83 тысяч. Понятно, почему предприниматели закрылись. Я считаю, что 2000 предпринимателей малого и среднего бизнеса – это серьёзная цифра. Негативные последствия весны 2020, когда предприниматели были вынуждены приостановить свою деятельность, не обошли стороной и Наталью Личман. Такая сфера деятельности, как общепит, где трудится предприниматель, вот уже 25 лет, в период пандемии была на грани закрытия. Но после ограничений, когда общепит работал только на вынос, выстоять всё же удалось. Если раньше мы ограничивались каким-то количеством услуг, а теперь мы стали эти услуги развивать, и более того, мы не поленились, мы прошлись по всем близлежащим улицам. Мы листовки разложили, что вы можете у нас заказать на вынос и воспользоваться нашими услугами. Мы рабочие места сохранили, и никто от нас не ушёл. Работаем трудно, но работаем. Усилия Натальи Михайловны не прошли даром. В связи с празднованием Дня российского предпринимательства она получила благодарственное письмо от главы региона, как представитель Воронежского объединения предпринимателей. Тоже был положительный момент в кризисе пандемии. То есть никогда раньше такого диалога власти с бизнесом не было, на самом деле. Эта пандемия подтолкнула выйти на новый уровень предпринимателей и власти. Поэтому я надеюсь, что этот диалог продолжится, я надеюсь, что взаимодействие продолжится, предприниматели будут услышаны гораздо больше, чем в прошлое время. Но говорить о том, что сегодня предпринимателям стало гораздо легче жить, не приходится. И даже те меры, которые были озвучены правительством на федеральном уровне, работают не всегда и не везде. Так, в среднем, трое из десяти представителей малого бизнеса, наиболее пострадавших отраслей, не смогли получить ежемесячную денежную компенсацию за свой простой в размере 12 тысяч рублей. Господдержка, ну мы хотели бы, чтобы господдержка была более эффективна, поскольку она, господдержка касается только нескольких направлений, не всех предпринимателей. Предприниматели говорят, что их постоянно испытывают на прочность, поскольку правила игры все время меняются. Сегодня исполнение федеральных законов требует от них немалых финансовых вложений. Молочка у нас, вот штрих-коды надо на молочку ввести. Это очень тоже сложно, очень затратно. И даже производители мороженого, допустим, не знают, что делать, поскольку у них сейчас сезон, им бы подработать, чтобы как-то выжить зимой. А получается, что они должны вкладывать, чтобы исполнить этот закон. В общем, чтобы предпринимателям выжить в сегодняшних условиях, требуется хотя бы им не мешать. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал.